Каждый день в этих стенах раздается детский плач, звук новой жизни. Уже в течение 7 лет, вы только представьте, ежегодно в перинатальном центре ДАР появляется на свет более 6 тысяч малышей. Это многопрофильная организация медицинской помощи, место, где в самый важный и ответственный жизненный момент роженица чувствует себя в надежных руках. В наши мамы находятся в достаточно комфортных условиях, но в первую очередь это, конечно, теплое отношение как к мамам, так и к нашим маленьким пациентам. В перинатальный центр родители зачастую возвращаются за вторым и последующим ребенком. Да и в целом тенденция на большую крепкую семью, где воспитывают сразу несколько ребятишек, в Алтайском крае растет. Наш край, он тем и гордится, он тем и отличается от многих регионов страны, что многодетность это для нас характерно на самом деле. И на самом деле это где-то около 130 тысяч многодетных семей в крае. Чем край гордится, чем край прирастает. У нас 44 многодетные семьи работают, несмотря на молодой возраст наших сотрудников. Настоящей любви хватит на всех. В этом уверены и сами медицинские работники. Примеры дружной и большой семьи есть и в стенах центра. Например, супруги Суршко. Выбор их профессий когда-то определили родственники. У меня и у супруги бабушки имеют непосредственное отношение к медицине. Моя бабушка работала медицинской сестрой в отделении патологии новорожденных детей. У Анны бабушка работала старшей медицинской сестрой в терапевтическом отделении. Таким образом мы не имели права не продолжить семейную традицию и не поддержать своих родственников. Сейчас супруги состоявшиеся опытные врачи, которые каждый день уже на протяжении пяти лет помогают появиться на свет малышам. Кстати, Анна и Илья не так давно сами стали многодетными родителями. В 2023 году у старшего сына Марка появилось два братика. Старший у нас Марк. Ему 8 лет исполняется. Через неделю он занимается упорно-хоккеем. Первый класс успешно закончили. И младшие мальчишки это Лев и Тлим. Им год и семь. Родились они здесь, в Даре. Когда у тебя большая семья и поддержка, собственно говоря, это самое главное, что пример, опять же, надо подавать пример детям. Быть многодетными родителями – дело очень ответственное. И не всегда бывает так, что многоплодная беременность проходит без осложнений. Например, случается раннее родоразрешение. В перинатальном центре Дар с этим не понаслышке знакомы. Из-за сохранения здоровья матери и жизни малюток, которые появились на свет раньше срока, борется опытная команда врачей. Быть уверена и уверена в своем враче, быть уверена в медсостров, в оказании медицинской помощи, которую делают. Это иметь поддержку не только от родственников, от семьи, но и от медицинского персонала. То есть работа нашего центра и так и строится, чтобы мы не только помогали с медицинской точки зрения, но и чтобы мы формировали эту тесную связь – мама, ребенок, больница. Один из таких случаев – история Людмилы Лобковской. Три года назад на 32-й неделе беременности у нее родились малютки. Лиза и Катя родились в 2021 году, тоже в стенах Дара. Мы родились очень маленькими. Лиза была 1,550, Катя была 1,950. И мы два месяца жили в клинике, чтобы они подросли немножечко. Сейчас девочки уже подросли и чувствуют себя хорошо. Они развиваются наравне с ребятишками, рожденными в срок. А недавно у близняжек появилась сестренка – третья малышка в семье. На самом деле было сложно, так как они родились недоношенными, но благодаря сотрудникам, компетенции, квалифицированным сотрудникам, они выходили. И, соответственно, я очень безумно благодарна, что за первых своих деток, что за вторую детку. А вот еще одна история, которая доказывает, что ребятишки, рожденные раньше срока, могут в будущем вести полноценную жизнь. Я мама недоношенного малыша, рожденного весом 480 грамм, на 26 неделе беременности. Когда я находилась в перинатальном центре, истории у детей с подобной массой тела просто не было. То есть я искала их в интернете и ничего доброго для себя не находила. От этого впадало просто в уныние, в отчаяние. И когда я увидела, что мой ребенок смог, плюс я это создавала не одна, со мной еще была мама. Девочки, которая родилась в подобной массе тела, как у моего ребенка, и у них тоже все прекрасно. Мамы в такие ответственные жизненные моменты тоже нуждаются в поддержке. Практически каждый из ранних роженец не хватает опыта и знаний. Однако здесь всему научат. Когда мама попадает к нам по уходу за малышом, то есть она находится в растерянности. Ей нужно объяснить простым, не медицинским языком, а простым языком, что с ее ребенком происходит, как она будет дальше заниматься и ухаживать этого ребенка. Поэтому пока мама ухаживает за ребенком, она посещает занятия, где мы врачи доступным языком объясняем и отвечаем на все вопросы, чтобы маме было легче адаптироваться к тому, что происходит. Чтобы она понимала, что недоношенность – это не приговор, что наши детки догоняют своих сверстников, развиваются. Просто им нужно чуть больше внимания. В перинатальном центре дарят не только новые жизни. Ежегодно для маленьких пациентов, их мам и пап здесь проводят большой традиционный детский праздник. На этот раз юные талантливые ребятишки радовали своими голосами всех собравшихся. Рождается новый день, в лучах первого утра. Улетай с нами, сонно расстаться с тобой, и пришла пора. Рождается новый день, и мудрое утро. Чироко распахнет этот мир для любви и добра. В этом году мероприятие приурочили к году семьи. Ведь для многих из нас это и есть высшая ценность. Каждый день благодаря перинатальному центру дар зажигается новая звездочка, и полных счастливых семей становится больше.